Каничева самураи, меня зовут Дмитрий Козюбердин, для друзей самураев просто Димыч, и у нас сегодня будет экспериментальный супер крэйзи выпуск. Мы будем весь выпуск вот так вот вверх ногами с вами смотреть, даже программный код по исследованиям психологов, это позволит вам глубже понять происходящее в данном уроке. Ну, это была минутка юмора с Димычем, возвращаемся в нормальное состояние, и летим с вами в космос, TypeScript, 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 Ребят, TypeScript нужен, вы уже, я думаю, чувствуете, что он нужен и без него никуда не уедешь, наверняка вы уже даже погуглили какие-то статьи самостоятельные и так далее, и это очень важно, ребят, что вы не заканчивали самостоятельное исследование, если вы хотите стать медлом, вы должны становиться самостоятельным исследователем, да вообще многие как бы вот и хейтят в IT-шников всяких, например, которые люди из другой сферы, пришедшие в программирование, что им как бы нужно все разжевывать по диктовку, по диктовку, безусловно, ребят, программирование тема сложная и без такой разжеванной помощи как бы далеко не уедешь, но если ваша задача все равно чувствовать себя достойно, развиваться, у вас есть интерес и вы хотите развиваться, делайте как можно чаще вот эти самостоятельные попытки что-то разузнать самостоятельно. Прежде чем спросить коллегу, друга, там даже какой-то готовый видос посмотреть туториал, попробуйте погуглить самостоятельно там опять в текстовом формате, как правило, в текстовом формате вы документации, в официальной документации, аналогично, например, да, вот мы с вами сейчас React Redux будем делать, смотрите, продолжать, да, тему эту типизировать, и вот набираете банальный TypeScript React Redux и смотрите Redux.js.org, видите, настоящая, да, ну, оригинальная документация, сайт, официальный сайт Redux, кликаете и смотрите, что здесь написано, и пытаетесь вкурить, что здесь написано, как это нужно делать, пытаетесь понять, пытаетесь понять, пытаетесь понять, пытаетесь применить, да, потом уже лезете в какие-нибудь статьи, условно говоря, практически TypeScript React Redux Hub на русском языке, да, и так далее, то есть обязательно, обязательно, и проблемка, ребята, такая, что вы будете в разные источники заглядывать, и вам будут немножко предлагать решения по-разному, да, и это тоже нормально, то есть вы должны, опять же, копать в суть проблемы, а не в конкретную ее реализацию, понимая суть проблемы, вы сможете любую реализацию потом применить, спроецировать на эту проблему и понять, почему это было реализовано именно так, и проблем у вас никакой, собственно говоря, и не будет. Смотрите, помимо официальной документажки, вот есть вот такая ссылочка, Piotruitech, очень какой-то крутой гайд, очень крутой гайд по редакцу, реакту, простите, по TypeScript в реакте, здесь есть, можно проект скачать, да, склонировать у себя, запустить, а также здесь есть документация ко всем темам, по сути, которые вам могут пригодиться в реакте, здесь есть все примеры кода, как делается то, либо иное, вот в коде, как это сделать, тут тоже несколько вариантов есть на одно и то же, поэтому, как подсказка, да, обязательно, я не буду ссылку вам давать, ребят, на это, гуглим, 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 как чаще можно чаще гуглим, это в выдаче на первых страничках, да, я надеюсь, это никуда с годами не денется, и вы сможете, и будет актуализироваться, здесь много людей, контрибьюторов, которые там помогают поддерживать эту документацию официально, актуальной, короче, летим с вами в космос, я сегодня вас тоже чему-то научу, чему-то научу и дам вам пинок, чтобы вы сделали дальнейшие действия самостоятельно, а потом, потом, а потом, потом, в конце, там, через несколько выпусков вернетесь к нашему длинному выпуску, там будет через несколько коротких выпусков, получасовых, один гигантский трехчасовой выпуск, где, наверное, я все-все-все дотипизирую, что я еще не дотипизировал, да, с такими комментариями, объяснениями, чтобы вы могли под копирку сделать сначала самостоятельно, столкнувшись, может быть, с проблемами, потом подсмотреть, как же все-таки сделал это я, ну что, друзья, летим, я решил начать с пейджинатора, есть у нас такая компонент, пейджинатор, он не, он чистый компонент, чистая функция, принимает только пропсы, и все, и возвращает JSX, да, никакого локального, а, вру, useState у нас есть, да, но в любом случае, это не помеха, да, сегодня, с сегодняшними хоками, вот эта вот чистая функция, хоки вокруг чистых функций, они немножко отходят на, уже на задний план, поэтому функция, по сути, она все равно остается чистой функцией, потому что этот useEffect, он происходит в коллбеке, то есть useState, useEffect, которым мы там эффекты используем сторонние, они происходят как бы за пределами нашей функции, где-то там, где-то там в мире React, где библиотека React всем там управляет, и, соответственно, хок, которым мы используем в нашей компоненте, это не так уж и печально, да, и опять же, на самом деле, как ни крути, а все вокруг того самого единственного принципа, да, пляшет, single responsibility принцип, принцип единственной ответственности, то есть нам важно, нам важно как бы компоненту, короче, про хоки поговорим позже, погнали в TypeScript. Так, нужно типизировать, любая компонента принимает пропсы, и нам нужно создать тип для этих пропсов, type props, можно сделать прямо так, равно, и сказать, что наша компонента принимает, какие пропсы принимает, и здесь мы видим, делаем деструктуризацию, поэтому мы эти все, ой, давайте, простите, сразу же Alt F1, Enter, сразу JSX изменим Shift F6 на TSX, на TSX, и, 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 сразу возьмем, вот он ругается, что он не знает, какого типа эти все свойства, которые из пропсов будут деструктуризации доставаться, и вот мы говорим, у нас есть TotalItemsCount, это number, у нас есть PageSize, это number, у нас есть CurrentPage, это number, у нас есть onPageChanged, это функция, которая не принимает ничего, возвращает void, у нас есть PortionSize, который number, число, да, из-за названий я понимаю, что это такое, из названий, да, поэтому, как бы, названия вы всегда должны давать стараться грамотно, ну, count на конце, значит, это число, да, на последнее, вообще, слово, обращаем внимание, когда придумываем название переменных, последнее слово, оно говорит, что вообще есть такое, то, что в этой переменной, в этом свойстве будет сидеть, count, количество, это всегда число, size, размер, ну, число, Page, CurrentPage, Page, страница, да, ну, CurrentNumberPage, можно было PageNumber написать, ну, PageNumber, хотя, как бы, да, я бы дописал даже все, да, вот делая, как бы, рефакторинг, я бы CurrentPageNumber, чтобы четко было понятно, что номер страницы, а не Page, какая-то, как сущность, какая-то страничка, он PageChanged, это обычно так называются коллбеки какие-то, Portion, Size, бла-бла-бла, так, все равно подчеркиваю, да, ну, действительно, я просто описал тип, что у нас есть такой тип, теперь мне надо как-то сказать, что моя компонент, моя компонента, я хочу на компонент перейти, хотя мне нравится моя компонента, я буду бомбить дальше в виде девочки, компонента, она моя, так, компонента, PageNator, мне надо тоже ее типизировать, помним, что, когда мы объявляем переменную, нам эту переменную надо двоеточие после имени и что-то здесь написать, так вот, для функциональных компонент есть специальный тип, React, React.функциональная компонента, FC, потом, вспомните, как с ареями, с массивами, мы ставим фигурные скобки, мы говорим, а что именно, какие пропсы именно наша функциональная компонента принимает и говорим, вот такие вот, опа, и все, и типизация применилась к этим всем пропсам, которые с свойствами из пропсов достаются, и все работает, и все, ничего не ругается. Здесь, смотрите, если бы мы писали код после того, как сделали типизацию, то мы бы здесь увидели, что мы здесь не можем опечататься, да, нет каунта у нас, у нас даже не сбилдится приложение, упадет оно, упадет оно, пейджинатор, ошибка какая, что, ну, тут надо перестартовать, приложение будет, сейчас я его перестартую, потому что файлик переименовался, вебпак его не, в сборку не добавил, ну, короче, оно перестартанет, то есть, конкретная ошибка будет, что у нас такого нет свойства, нет такого, ну, и у нас все, все будет в шоколадке, мы не можем здесь ошибиться, да, если деструктуризацию делаем, вот так сделали, он говорит, нет, такого нет, потому что деструктуризация подразумевает такие штуки, все, короче, смотрите, договариваемся с вами, в каждой компоненте, как правило, у нас каждая компонента в отдельном файле, у нас должен быть пропс, описанный type.props, да, я рекомендую еще добавлять, пока вам вы учитесь, и вообще даже не учитесь, а почему бы и нет, type, props type, добавлять слово type, чтобы было понятно, что это тип, какой-то тип, props type, все, бомба, тут оно чего-то все работает, вроде бы даже все хорошо, но у нас есть вот этот callback, он поэшченджит, мы его прокидываем куда, интересно, мы его прокидываем, мы его вызываем, вот красная, видите, я черную тему не люблю, я красные эти штуки не вижу, красная, то есть он поэшченджит, мы написали, что это функция, которая не принимает ничего и не возвращает ничего, но по факту она принимает п, а что такое п, это, 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 это у нас фильтр п, странички, pages, pages, push, это массив из чисел, массив из чисел, то есть п, это число, интересно, оно само знает, что п, это число, сейчас точку поставлю, to local string, to fixe, да, оно знает, что п, это число, потому что здесь мы вот в массив, массив явно не определили, что это массив чисел, но мы потом эти числа сюда закидываем, и он неявную типизацию сделал, да, но могли бы сделать, пейджис написать так, array, и говорим, array чего, array number, array number, так, окей, соответственно, мы должны onPageChange в нашем типе сказать, что мы принимаем, ну, page, page number, page number, двоеточие number, все, теперь у нас здесь ругаться не будет, и посмотрим сюда, здесь красное что-то подчеркивается, смотрим, что, page number, model, css, что ему не нравится, не может найти модуль такой, странно, потому что он здесь есть, и никак не должно повлиять было TypeScript на это, никак не должен был, кажется, повлиять на этот TypeScript, класс names, класс names, класс names, уже другое дело, класс names, сторонняя библиотека, сторонняя библиотека, которую мы взяли извне, и смотрите, что здесь написано, не могу найти declaration file for modules class names, declaration files, то есть класс names не был написан на TypeScript, и не был адаптирован под TypeScript, и поэтому нам для таких сторонних библиотек, которые мы подключаем, а это касается реактороутер дома, это касается класс names, это скорее всего касается редакс форм, это скорее всего касается вообще всех библиотечек, то есть мы потихоньку будем переводить на TypeScript наше все приложение, и мы с таким будем сталкиваться, и поэтому нам надо будет удовлетворить, скажем так, TypeScript компилятор, закинув сюда, проинсталлировав библиотеку с типами для конкретной библиотеки, класс names, как правило, можно это догуглить, да, всегда надо догуглить такие вещи, TypeScript, класс names, и мы видим, да, как правило, в npm пакет, npm.js.com, вот типы для конкретной библиотеки, я вам об этом ранее говорил, вот будут начинаться вот с такого префекса, собака types, слэш, а потом название библиотеки, как правило, так, как сама библиотека и называется, и нам нужно вот этот пакет установить с вами, я поэтому пишу в терминале, yarn add, инсталлирую этот пакет, он проинсталлируется, и все будет хорошо, и TypeScript компилятор перестанет ругаться, он начнет видеть вот эти вот типы, вот эти вот типы. Окей, давайте перейдем в компоненту users, там, где эта компонента наша, pageinator, используется, мы перейдем в компоненту users и попробуем типизировать ее, пока у нас устанавливается пакет users, users.jsx, alt f1, переименуем users.jsx, shift f6 в user.jsx, в user.jsx, и посмотрим, что у нас здесь происходит. Вот здесь такая же как бы штучка, то есть есть какие-то пропсы приходящие, да, и больше ничего, такого сверхъестественного. На pageinator он почему-то стал ругаться, говорит, что property portion size пропущен, то есть portion size мы забыли здесь указать, указали все-все-все, portion size забыли указать, идем в pageinator, такие разобраться хотим, и видим, что действительно в типе есть, в пропсах есть portion size, он говорит, ты забыл его указать, но portion size у нас, да, имеет значение по умолчанию, то есть если к нам придет undefined, по умолчанию будет 10, и мы хотим это сохранить, поэтому мы говорим, что portion size, он в этом типе, который мы описали, тип пропса, он необязательный, то есть да, и мы видим, что здесь это веб-шторм уже подсказывает, такие серенькие подсказки говорит, что, то есть portion size теперь либо number, либо undefined, но если вдруг он придет undefined, то тогда он автоматически присвоится, десятки, и все будет автоматически работать, супер, так, почему модуль ругается, не знаю, посмотрим, оно должно скомпилироваться будет и работать, проверим, то есть да, умеем иногда идти дальше и не прям, не проверять каждый шаг, сохранили прям каждый шаг, что здесь и как, хотя да, поначалу, когда вы новички, вам, наверное, проще, конечно, каждый шаг тестить, чтобы четко понимать потом, где вы накосячили, на каком шаге сломали, чтобы искать проблему, но если вы довольно-таки шустро умеете находить проблемы, то, конечно же, больше пишите кода и потом, только один раз проверяйте, больше пишите кода, один раз проверяйте, нет смысла на каждый чих вот это вот лезть туда, особенно, когда явно вам тут подсказывают красные ошибки и так далее, окей, users, current page, total users count, page size и так далее и тому подобное, давайте я сейчас скопирую эту штуку, потому что, мне кажется, там очень похожие будут типы, дублирование кода, грех, самый главный грех, да, но пока эту тему немножко оставим за кадром и от него от дублирования кода избавимся позже, current page, total users count, видите, items count, то есть по-разному называется свойство, я помню, по-моему, специально баловался, а, ну, действительно, тут users count, а там в пейдженатор, это универсальный пейдженатор, он как бы не с юзерами работает, он работает с айтемами, какими-то универсальными единицами, мы хотим в названиях внутри пейдженатора избавиться от этих упоминаний юзеров, потому что здесь могут быть чего угодно, мы потом эту компоненту будем использовать в разных местах, так, page size остается, он page change остается, users появляется еще, users, так, сейчас portion size я пока удалю, users, двоеточие, это что, массив юзеров, array, и если я не ошибаюсь, мы там, когда с вами редюсеры типизировали, у нас там был user type, должен был быть такой, user type есть такой, скорее всего, он здесь и будет, alt enter, импорт добавляем, могу ctrl b кликнуть, перейти сюда, id, number, status, photos, наверное, это тот самый юзер, который, ну, массив юзеров, который здесь и будет, да, когда мы типизируем по факту, уже постфактум, скажем так, по, то нам нужно просто типизировать, чтобы код билдился, да, потому что, ну, все, все нюансы, ну, время, да, всегда надо компромисс искать между затратами и пользой, так, и что нам, все, у нас есть тип, и мы говорим, наши юзеры, users, это компонент, react.функциональный компонент, который принимает вот такие, такой тип пропсов, можем, да, fc вот эту вот импортировать, вот так вот написать, чтобы не писать react, fc, можем сделать вот так вот, нажать alt enter и добавить импорт вот таким вот макаром, да, чтобы было покороче, можно так, а можно так, так, пока я все спрячу, чтобы побольше было рабочего пространства, типизация какая-то прошла, ну, смотрим, какая проблемка, мы в пропсах, видите, мы оставили какие-то вещи в пропсах, не деструктуризировали и решили оставить в пропсах, ну, так, потому что решили сделать, и там еще есть following in progress, unfollow, follow и так далее, поэтому нужно это как-то, да, тоже добавить в props type, потому что этого в пропсах нету, он понимает, что это вот остаточный rest оператор, то есть мы все деструктуризировали, остальное все оставили в пропсах, он понимает type script, он говорит, а following in progress нету в типе, а мы говорим, есть following in progress, это, я помню, да, мы редюсеры с вами разбирали, это массив номеров, массив номеров, unfollow, unfollow, это функция, это функция, которая что-то принимает и не возвращает, скорее всего, ничего, и follow, та же самая функция, которая, наверное, что-то принимает, не возвращает ничего, а что же именно она принимает, я, например, не помню, поэтому пока оставлю так, пока оставлю так, юзера мы ведь не типизируем, ну, как бы, ну, не помню я что, да, вот, и некогда мне разбираться, какой-то callback, какая-то функция, типизация прошла, как-то все работает, окей, летим дальше, потом, когда мы точно это выясним, начнем типизировать юзера, там уж мы точно определим тип, и тут оно потом тоже не скомпилируется, мы вернемся сюда и здесь дотипизируем, а пока оставим так, как есть, так, я сейчас закрою пэджинатор, открою, закрою пэджинатор, а у среди, сейчас редюсеры все позакрываю, селектор пока закрою, так, 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 окей, смотрим дальше, смотрим дальше, это юзерс, alt f1, у нас еще есть с вами юзерс контейнер, который над этим юзерсом контейнер образовался, для того, чтобы сделать первый запрос на сервак, первый запрос на сервак сделать, когда компоненты вмонтируются, чтобы запросить пользователей, да, и так далее, и тому подобное. И здесь уже Compose, здесь уже Connect, здесь уже как бы немножко такие ту-дум-ту-дум-ту-дум-интересности. Давайте с ними тоже разберемся. Так, давайте с ними тоже разберемся. Component did mount, component did mount, component did mount. Посмотрите, это did mount. Компонент, классовый компонент. Опять же, нам нужно классовый, то есть мы помним, как с функциональной компонентами мы поступили. Мы определили, что это функциональная компонента, у которой такие-то типы пропсов. У классовой компоненты мы это указываем в деталях вот здесь. Мы говорим, что мы наследуемся от React-компоненты, который по факту имеет такие-то PropsTypes и StateType. Простите, PropsType назовем его и StateType. То есть мы должны определить и пропсы, и State. Так как в нашей компоненте в этой вот State локально не используется, то этот StateType избыточен. И мы просто типизацию делаем для PropsType. То есть для тех пропсов, которые мы принимаем. И создаем этот тип. А, во-первых, давайте Shift-F6. Сейчас, простите. Shift-F6. Сейчас не понимаю, что происходит. Как-то он выделил много файлов почему-то. Сейчас поиск какой-то сработал или что-то такое. Эскейпом не сбрасывается. О-о-о. Не понимаю, что такое произошло. Ctrl-Shift-F. Escape. Не понимаю, честно говоря, что за подсветки такие дурацкие. Давайте я здесь сделаю просто Rename. Может здесь получится New-New-New. Так, странно. Что-то я, честно говоря, подзапутался. Ладно, Shift-F6 еще раз. Короче, ладно, делаем Rename. Он почему-то говорит, что этот файл не в проекте. Хотя должен был быть в проекте. Все должно быть хорошо. Не знаю, что WebStorm. Но я тут откатывался с изменения. Короче, надо было бы закрыть WebStorm и открыть. Так, 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 так. Так. Окей. Props-Type. Создаем здесь тип. Type. Props-Type. И описываем, что у нас в пропсах этот компонент хочет принять. Но мы видим, как минимум, что принимает CurrentPage и PageSize. Окей. CurrentPage.Number. И PageSize.Number. И PageSize.Number. Так, что же еще в пропсах у нас есть? В пропсах есть GetUsers. Супер. GetUsers. Что такое GetUsers? GetUsers. Это уже callback. То есть это функция, которая что-то принимает. И, как правило, не возвращает ничего. CurrentPage.PageSize. Принимает CurrentPage. CurrentPage.Number. И PageSize. Определяем два параметра. То есть функция. Смотрите, мы сейчас... Ну, это такой синдекс из определения типа для функции. То есть функция. Какая она? Какая это функция? GetUsers. Какая это функция, которая принимает два параметра таких и не возвращает ничего. Пишем void слово. Не возвращает ничего. Так. Дальше. Он PageChange. Надо конкретно типизировать вот этот параметр Number. PageNumber. Это двойточие Number. Супер. Дальше. Тут мы достаем PageSize. В Props'ах он есть. Смотрите, если я сейчас ошибусь, он скажет, в Props'ах нет PageSize. Есть PageSize и так далее. Потому что типизация уже следит. TypeScript следит за этим. И мы не можем опечататься. Из Fetching. Видите, еще есть в Props'ах у нас. Которые мы выпустили легкие. Добавим сюда из Fetching. Давайте я callback ниже сделаю. А все свойства добавлю сюда. Из Fetching. Из. Вот это вот мне подсказывает. Из в начале. Это как вопрос в английском языке. Из Red, красный. Из Man Red. Человек красный. Из Table Cold. Стол холодный и так далее. Из в начале говорит, что это как бы вопрос. Из Fetching получаем. Да, Fetching. Фetchим сейчас данные. Boolean. Boolean, значит. Да, из названия я легко знаю, какой тип здесь будет. Дальше. Тут User's Count у нас здесь есть. Это Number. Что у нас здесь еще есть? Узерсы. Юзерс. Да, ребят. Напомню еще. Дублируем. Да, такое мы уже писали только что в другой компоненте. Но пока что ничего страшного. Пока что оставим так, как есть. Потому что. Потому что. User. Type. Alt Enter. Импортируем. Так. Follow. Unfollow. Following. In progress. Давайте. Это я уже. У юзерсов сейчас просто. Follow. Unfollow. Following. In progress. Украду. Угу. Так. Callback немножко оставим внизу. Свойства оставим вверху. Почему? Ну, потому что, во-первых, группировочка такая. А во-вторых, нам пригодится. Это чуть-чуть попозже. Так. 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 Так, друзья. Ну, что. Он вроде даже не ругается. Но спускаемся ниже. Видим. Там, где мы нашу контейнерную классовую компоненту. Закидываем в connect. Вокруг которой тоже еще одна контейнерная компонента образуется. Уже с помощью Hoka connect. Нам надо тут тоже типизацией заняться. MapState to Props. Да. Во-первых, MapState to Props. Функция, которая принимает state целиком, друзья. State целиком. То есть весь state. Помнишь, наш state гигантский состоит из разных подчастей. Поэтому идем в файлик Reducer. APP Reducer. APP Reducer. Ой, простите. Какой Reducer? APP Redux Store называется он у нас. Redux Store. Угу. Redux Store. И смотрим, что здесь происходит. Давайте типизацией займемся Redux Store. Alt F1. Enter. Чтобы открыть этот файлик вот здесь. Shift F6. Опять какая-то ерунда происходит. Ну да ладно. Что вообще нажму пока что. И что мы будем делать с типизацией Store? Смотрите. Так, sorry. Что-то все закрылось. Так. Вот наш по сути state. Вот этот объект. Он очень похож на наш state. Мы здесь написали Reduxers. Да, с вами. Но по факту, когда мы с вами комбайним редюсеры, мы с вами получаем другой редюсер. Вообще редюсеры так устроены. Редюсеры так устроены. И я этот тоже момент с вами в первой части первого сезона не рассмотрел. Ну, иногда, иногда дробят. Иногда дробят редюсеры на подредюсеры. Которые просто вызывают внутри редюсеров. Или используют внутри редюсеров комбайн редюсер и так далее. Ну, то есть комбайн. Когда у нас есть какой-то, условно говоря, рутовый редюсер. Рут редюсер. Да, который вот образуется благодаря комбайн редюсеру. Который мы вот здесь вот получили. Давайте его сейчас shift в 6 переименую в root редюсер. По сути, это как бы редюсер. Один редюсер. Рутовый. Главный рутовый редюсер. И когда у нас диспатчится что-то, в этот рутовый редюсер попадает state целиком. Стоит целиком. Вот с маленькими. Давайте синенькие, маленькие. С маленькими разными частями этого стейта, которые есть. А уже рутовый редюсер. Уже рутовый редюсер раскидывает по отдельным редюсерам. Конкретные вот эти маленькие части. Ну, вы помните такую штуку. Я просто вам не говорил, что есть такой рутовый редюсер. Но это по сути редюсер. То есть маленькие редюсеры потом эти возвращают. Эти маленькие стейты уже измененные. Например, красивые такие нарисую. Они собираются в рутовом редюсере. Собираются в новый state. И уже рутовый редюсер возвращает этот гигантский state. Основной большой state. Вот хочу на что акцент делал. Что есть какой-то редюсер. Функция, которая принимает state целиком. И возвращает state. State этот целиком обновленный. И мы сыграем на этом. Мы не хотим писать явную типизацию для каждых этих частей. Мы хотим добавлять сюда просто новые редюсеры, чтобы TypeScript сам подхватывал эти изменения. Поэтому что мы говорим? Мы говорим, эй, рут редюсер. Ты какая-то вообще функция. Да, ты же редюсер. А редюсер это функция. И мы говорим, мы хотим понять, мы хотим как бы достать твой тип. И мы говорим, создаем type. И называем его root редюсер type. Говорим, вот он ты, root редюсер type. И говорим, type of. Помним, что type of это. Да, в обычном JavaScript он бы нам показал функшн, по-моему, как строка. А это type of, type script of. Он создает тип на основе того, что мы справа написали. То есть неявно сам анализирует эту функцию и определяет ее тип. Да, примерно там будет что в этом типе. Примерно он напишет, условно говоря, как будто бы мы создали вот так вот. Какой-то state глобальный, global state. С каким-то глобальным, ой, с каким-то глобальным типом. Global, двоеточие, какой-то global state. Тот самый глобальный state, который нам и надо получить. И возвращает тот самый global state. То есть примерно, да, какую-то вот такую вот функцию, такую вот тип типизацию он вот сюда засунет. А мы потому что делаем. Но нам надо как-то вычленить вот этот глобальный state. И мы говорим, специально есть функция, говорим. Нам нужно type, то есть нам нужно вот этот глобальный state достать. И мы говорим global, ну давайте app state, app state, type его назовем. Давайте app state type назовем его. И мы говорим, app state type, как же нам тебя получить? Мы хотим тебя неявно как бы достать из этого типа. А для этого мы пишем такую специальную type скриптовую штучку, которая называется return, return, или return type, сейчас посмотрим. return type, наверное. Давайте сейчас залезу сейчас сюда. Return type, да. Return type. Мы говорим, эй, определи-ка сам тип, возвращаемый из данного типа. То есть данный тип, это root-редюсеровский тип, это функция. А раз эта функция, она что, возвращает? Вот такое примерно, что такое и возвращает. И мы говорим, вот, определи то, что возвращается, и зафиксируй это под таким вот названием. Return app state type. app state type. И мы таким образом, неявно, как бы такими хитрыми манипуляциями создали с вами app state type. Теперь если мы какую-нибудь переменную, например, let state, который у нас будет app state type, мы создадим вот такую-такую переменную, то мы дальше сможем к ней точка. И вот наша dialogs page, app, ausform, profileryser2, users page. Вот это все, что вот мы тут определили. Понимаете? Какая штука классная. И dialogs page, точка. И все, что в dialogs page есть, dialogs messages. То, что в редюсере dialogs page вот здесь прописано. Вот он, dialogs messages. И это все не какие-то там подсказки такие примитивные на догадках. Это все конкретная штука. Если мы здесь опишемся, напишем, например, users, push какой-нибудь, он скажет, нет, чувак, нет такого users. Встаете, нет такого users, не сможете запушить ничего. Таким образом мы с вами динамически вычленили как бы из имеющейся уже функции то, что она возвращает, тот самый глобальный state. И мы этот глобальный тип давайте экспортируем отсюда, чтобы он пошел наружу. Дальше. Смотрим здесь красное. Да, мы не можем оставить Redux Store без доработки, потому что здесь еще красное, красное, красное. И мы видим Windows.ReduxDevToolsExtensionCompose. Store. У Windows нет Store. Нет вот этой, у Windows вот этой непонятной большой штуки. И мы понимаем, что, ну зачем нам это типизировать? Ведь это что-то такое для development, для extension, а это для нас лично. Это не в процессе потом разработки будет использоваться. Это просто что-то такое, как такие небольшие трюки. Поэтому мы говорим Alt-Enter, Alt-Enter и говорим suppress, ну вначале добавь строчку TS-Ignore. И вот, если такая точка есть, то строчка расположенная за ней, за этим комментарием, собака TS-Ignore будет игнорироваться TypeScript этим компилятором. И можно допускать, скажем так, ошибки какие-то, и TypeScript компилятор ругаться на это не будет. Все. То есть нам пока это типизировать не надо. Да, это не то, с чем мы будем работать в процессе. Не то, с чем мы будем работать в процессе. Напомню, что я, ребята, буду избавляться точек запятой. Религиозная тема, точки запятые ставить или не ставить, я их не буду ставить, просто потому что хочу свой мозг немножко поднагрузить. И попробовать вот такой вот подход, где точки запятыми не ставятся. Да, в C-Sharp я 10 лет ставил точки запятой. Даже уже, наверное, 11 лет моей девелоперской карьеры. И я не хочу их больше ставить. Если их можно не ставить, хочу попробовать. Так, летим дальше. Все, у нас есть экспортированный тип всего приложения. Тот самый State, глобальный State, общий State для всего приложения. И мы теперь, помня о том, что сюда в MapState to Props функции прилетает нам тот самый глобальный State, мы ставим двоеточие, говорим. И импортируем его. Все. Здесь наш State целиком теперь. К сожалению, мы здесь, точнее, к радости, мы здесь используем селекторы. Поэтому мы не можем насладиться радостью State. Но если бы у нас селекторов не было, то мы могли бы здесь написать State, точка. Вот нам все подсказывает, что мы можем достать. Users, например. Users. Вот достали юзеров. Запятая. И мы здесь не можем ошибиться. Я ошибся. Он говорит, нет, чувак. Понимаете? А вспомните, как раньше MapState to Props. Вот это вот. Наверняка вы много ошибок допускали, когда вот пытались достать из State то, что нужно. Забывали, как здесь называется. Лезли постоянно, да? В AppReducer. Ой, в Redux Store смотрели, как это называется здесь и так далее. Где-то WebStorm подсказывал, а где-то не подсказывал. Где-то ошибался сам WebStorm и так далее. Селекторы, друзья. Селекторы, селекторы, селекторы. Селекторы мы затипизируем чуть попозже. Ничего сильного, сложного с селекторами затипизации нет. Но давайте сейчас я GetUsers. Хотя сделаю это сейчас. Я вон... По сути, вот GetUsersSelector. Ну, Alt F1. Окей. UserSelector. Shift F6. Сейчас я сделаю TS. TypeScript. И что я сделаю? Я скажу, что State тот самый. AppState. То есть, да, в селектор он принимает State целиком. AppStateType. Alt Enter. AppStateType. Почему-то он мне не предложил его импортировать даже. AppStateType. Ctrl. Пробел не дописывает. Какой-то косяк. Какой-то косяк, косяк, косяк. А импорт from Module. Вот, есть, да? Окей, супер. Аналогично здесь. Везде, во всех селекторах, которые принимают State, имеется в виду глобальный State целиком. И опять же, в этих селекторах, видите, UserPage. Если я ошибся, оно скажет... Ой, сейчас, простите, добавлю типизацию. Оно скажет, нет, UserPage нет, ты ошибся. А вот Ctrl-пробел нажал, а он допечатал мне E. Ctrl-V, Ctrl-V. Все. Сделали типизацию. Да, CreateSelector. Пока автоматически там что-то подхватил. При этом он знает, что здесь используется GetUserSelector, а он возвращает юзеров. Он определил неявной типизацией. Поэтому он знает, чему равен здесь юзер. Поэтому он не ругается. Поэтому к юзерсу мы спокойно применяем фильтр. Но если мы к юзерсу применим, например, какой-нибудь ToUpperCase, то UpperTumCase он скажет, нет такой функции. Нет такой функции, потому что это не строка. Смотрите, что он скажет мне. ToUpperCase не существует в юзер-тайп массиве юзер-типов. В массиве юзеров. Так. Все. То есть, да, вот типизация. Вот она работает. Она нам помогает, подсказывает точно, 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 как оно есть. Так, окей. Селекторы мы научились, да, с вами. Пропс научились с вами типизировать. Селекторы научились. Глобальный State создали для MapState2Props. Давайте. Ну, по сути, как бы, да, на этом тоже даже в какой-то степени, типа, можно даже и остановиться. Но на самом деле нет. На самом деле нет. А, React Redux. Смотрите, что он ругается. NPM. Попробуйте проинсталлировать Types React Redux. Потому что я не могу декларейшн, опять найти декларейшн, эти описания, декларации для TypeScript, для вот этой библиотеки React Redux. Поэтому мы говорим, дружище, не переживай, мы тебе поможем. yarn, ой, yarn, add, собака, Types, слэш, React, Redux. Так, пока оно там думает, 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 мы с вами вот что сделаем. Смотрите. Наша компонента, компонент, она принимает, вообще говоря, пропсы из разных мест. Часть пропсов приходит напрямую в эту компоненту. Да, но в нашем случае не приходит напрямую ничего. Но давайте мы напрямую, пока ничего передавать и не будем. Хотя нет, давайте передадим. Для этого пойдем в нашу app.js компонент. App.js. И вот здесь у нас users container. И в users container передадим еще title. Page title. Page title, например, Samurai. Так страничка будет называться. Samurai. Page title. Соответственно, user container будет принимать page title. И вот мы сейчас в props type это опишем. Page title. Простите. Page title. Стринг. Строка. Дальше этот page title. Мы, например, давайте в этом user container page title вот здесь, перед юзерами, перед preloader. Создадим h2 tag. И закинем сюда props page. Видите, подсказывает мне page. Page size. Все, что у нас есть. И вот page title. А, нет. Это... Что это такое? Я не говорю. А, ну, во-первых, zys. Да, у нас классовая компонента. Поэтому он и подсказывает ерунду. Потому что я забыл zys написать. Все. А вот здесь control-пробел. Вот все, что есть. Я выбираю page title. Те подсказки, они были не на основе TypeScript, а на основе просто догадок. Потому что props'ов таких вообще нет. Такого объекта props в классовой компоненте. Все. Так. Сделали. Но. Дальше. А как же map dispatch? Просто вот эти штучки. Хотя мы их, вообще говоря, определили с вами. Да, но предположим, что... Ну, нам тоже нужна для них, вообще говоря, типизация. То есть, когда мы идем сейчас от обратного, то я как бы взял. И то, что мы здесь используем, я это и добавил в типизацию. То есть, мы в компоненте видим, что мы обращаемся к... Там, к follow. Мы взяли, follow зафигачили сюда. Follow зафигачили сюда. Но когда мы пишем на... Немножко идем с другой стороны, то нам нужно типизацию. Ну, нам домап dispatch to props. Вот эти штучки типизировать. Мы хотим, чтобы была четкая типизация. Для этого что мы делаем? Для этого нам надо connect, вообще говоря, типизировать, строго типизировать. И, ну, есть несколько подходов. Смотря на сколько мы хотим детально, как бы, контролировать ситуацию. Детально контролировать ситуацию. Здесь map state to props. Мы четко можем сказать, после скобок, перед стрелкой, ставим двое точие и говорим, что мы возвращаем. А что мы здесь возвращаем, кстати говоря? Все props или не все props? Не все props. Все props это плюс вот это вот. То есть у нас map state to props, map dispatch to props и еще own props, так называемые. Чистые props, собственные props, которые приходят к нам через... Не через connect, через эту контейнерную компоненту, а через вот напрямую, через атрибуты. И нам все вот эти разделения трех props нужно сделать. То есть мы не можем сказать, что у нас есть props type. Наш props type состоит как бы из разных подчастей. И мы сейчас это с вами сделаем и скажем, что наш props type... У нас, условно говоря, есть... Сейчас я сделаю так. У нас есть map state. Map state props type. Это вот то, что берется из map state to props, кроме page title. У нас есть map... Только с маленькой буквы. А, нет, с большой буквы, да. У нас есть map dispatch props type. Map dispatch props type. Да, здесь у нас будут все вот эти вот колбэки. Здесь у нас будут все вот эти вот колбэки. И у нас есть, ну, так называемые own props. Собственные props. Давайте я вот это лучше скопирую. Own... Названия им можно давать разные. Ну, я сейчас решил дать такие названия. Важно, чтобы вы просто понимали, что есть. У нас props, которые приходят в компонент, они собираются из трех частей. Собственные props, которые через атрибуты передали. Map dispatch to props, это колбэки, как правило. И map state to props, как правило, просто данные. Все. А наш props type является объединением этих всех вещей. То есть наш непосредственно props type, который непосредственно мы указываем в компоненте, он является объединением всех этих трех вещей. Map state to props. То есть наш props type, он и это, амперсант, и это, амперсант, и это, и это, и это, и это. Дальше. Теперь, когда мы раздробили наши props на вот эти вот подчасти составные, мы можем дополнительную проверочку сделать, чтобы мы нигде не ошиблись. Вот здесь сказать, например, что мы возвращаем map state props type, и мы сразу видим как бы несостыковку, то есть не хватает following in progress. Мы возвращаем following in progress, а почему-то в map state props type их нет. А, ну потому что я здесь ошибся и закинул их в map dispatch to props. Ну, это хорошо. Переносим их сюда, все. Ошибки нет. Дальше. Map dispatch to props, да, какая штучка. Вот здесь, к сожалению, connect сам не контролирует. То есть я могу ошибиться здесь и написать follow, например, follows yo, двоеточие, follow. То есть это объект, я могу, получается, в компоненту закинуть callback, который будет называться follows yo. Помним, что сокращенный синтаксис map dispatch to props, и мы на самом деле передаем. Вроде бы это unfollow пишем внутрь этого объекта. Unfollow это кликаю, это action creator, ну, sun creator, да, в нашем случае. Но на самом деле этот сокращенный синтаксис вокруг этого sun creator создает, создает callback с таким же названием, с такой же сигнатурой, с такими же, то бишь, интерфейсом взаимодействия, с такими же параметрами и так далее. То есть вот я ошибся, follows yo написал вместо follow. А тут, как бы, да, я сказал, что должно быть вроде бы follow, а оно follows yo, и мы здесь вызываем, но по факту там не заработало. Соответственно, хотелось бы проверочку и здесь сделать, чтобы мы не ошиблись, и в компоненте, и так далее. Поэтому можно сделать как? Можно сделать как? Можно, во-первых, ну, описать... Есть несколько вариантов. Я вот думаю, какой все-таки вариант, по которому пути, по какому пути пойдем мы. Мне хочется почему-то попробовать вариант. Да нет, давайте я сейчас несколько вариантов вам покажу. По крайней мере, один какой-то, который, так скажем так, детальный. Когда мы коннектим, мы опять же можем поставить угловые скобочки. То есть это generic, функция connect, она дженериковая, то есть обобщенная. Мы ее можем уточнить, да, конкретными значениями для данного конкретной ситуации. Мы говорим. Connect. А если я не помню, что передавать, я могу Ctrl-B кликнуть. Ctrl-B. Ctrl-B. Сейчас не переходит в типы, потому что типы я вроде установил, но оно там что-то не доживало и не допонимало, что там такое. Сейчас я попробую все позакрывать. Давайте я быстренько WebStorm закрою, потому что эти какие-то проблемки, которые там есть, меня немножко поднапрягают. Так, Ctrl-D, WebStorm. Это произойдет довольно-таки быстро, поэтому подождем. А пока давайте посмотрим документацию. Я вообще хотел вам показать такой пример. То есть как типизировать. Смотрите. Connect. Здесь есть такая классная штука. Connected Props. То есть мы можем законнектить компоненту. Точнее получить коннектор, так называемый первый вызов коннекта. Помните, я говорил, то есть хок, это если так уже докапываться, то хок это то, что возвращает функция connect после первого вызова, в который мы собственно закидываем компоненту. А вот здесь, а сам connect, он получает этот хок. То есть здесь этот хок, да, они назвали коннектор. И вот к этому коннектору он получает эти две функции. Мы можем потом опять же, наподобие как return type, сделать такую же штуку, сказать, коннектор это функция. И нам нужно определить, короче, connected Props. Props, которые получаются вот для редакса. И вот таким вот образом получить эти пропсы. Но здесь будет связка и редакс, и редакс, и map dispatch to props, и map state to props. Попробуйте такую штуку сделать. Мы по такому пути сейчас не пойдем с вами. По такому пути с вами не пойдем. Я покажу немножко другой путь. Лучше, хуже, друзья. Это все, все прям в супер-мега-философии. Фиг его знает. User's container. Иду вниз. Иду вниз. Просто сейчас покажу вам опять же вот это вот. Покажу вам дженерики. Control-click. Все. И вот мы перешли. Видите, D. Это declarations файлы. Видите, куда оно ссылается. Types и так далее. Types, редакс, форм. И вот мы можем посмотреть, а что же там в дженерике можно указать. И вот здесь показываются. T-state props. T-dispatch props. То есть тип. Тип для state props. Для dispatch props. Для own props. И для стейта. Default root state. Рутовый state целиком. Рутовый state целиком. Так, сейчас, секундочку, простите. И мы так и сделаем. То есть, давайте я сейчас даю просто это. Я скопирую вот эти вот штуки. Control-C. Вставлю сюда. Как комментарии. И еще раз посмотрю. То есть, state props. T-state. Той тип, который описывает те данные, которые через map state должны пройти. Я назвал это map state props type. Потом map dispatch. Map dispatch props type. Потом Control-P. Control-P. Own props. Да. Те самые own props. Own props type. И потом глобальный state. App. State. Type. И вот таким вот сложным, да, длинным путем я смог как-то здесь сделать типизацию. То есть, я сказал, что я хочу законнектить. И должны быть вот эти все типы. Надо отслеживать, чтобы все было четко. И оно сейчас делалось все четко. А map state to prop. Все окей. А вот здесь оно ругается. Говорит, эй, чувак. Follows подчеркивает красным. Я такой, ага, точно. Вот здесь ошибка. И оно сейчас ругается. Вообще-то все здесь ошибка. Что-то еще чего-то не хватает. Я такой, вот блин. Начинаю наводить. И пытаюсь анализировать. А ошибка, блин, очень-очень большая. Очень-очень большая. И как бы, да, немножко грустно. Потому что вот такой текст проанализировать на самом деле не так уж и легко. Но, да, но опять же, понимаете, вас все равно уже сейчас предупредили, что вы накосячили. Вы накосячили. И гораздо лучше сейчас потратить время и понять, где я же накосячил здесь, чем потом выяснять. Да, друзья, сейчас я типизирую то, что я уже написал. А то, что я написал, оно рабочее. Поэтому кажется, что вот эта вот загонность типизации, они напрягают. Но если бы мы шли от обратного, а мы так будем, да, дальше разрабатывать наше приложение, мы будем сначала типизировать, а потом разрабатывать. И мы увидим, насколько это круто, что нам компилятор TypeScript помогает. Мне кажется, у меня ошибка. Ну, я как бы, да, проверял бы. MapStateToProps тип. Ну, тут мы сделали, да, добавили сюда возвращаемое значение. Здесь красного нет, значит, здесь все хорошо. А вот MapDispatchToProps какая-то, скорее всего, ошибка. Follow, follow. Раз, два, три, четыре, пять функций. Пять функций. А в MapDispatchToProps кликаю сюда. Раз, два, три. Да, то есть уже не хватает функций. Вот оно, собственно говоря, и ругается. Follow, follow. Set current page. Toggle following progress. Get user. Ctrl-C. Ctrl-C. Я дописываю сейчас все вот эти вот три коллбека, которых, на самом деле, еще не хватает. Которые я почему-то там где-то упустил. Ну, на самом деле, смотрите, как я мог еще. Я даже мог туда не обращаться. Скорее всего, внутри компоненты я к ним. А нет, почему-то я к этим свойствам и не обращаюсь. А зачем же они нужны тогда у нас здесь, если они у нас не используются? Get users. Set users. Я не знаю, зачем они нужны, если они у нас... Follow in progress. Если они у нас, друзья, не используются, я не знаю, зачем они нам нужны. Это либо остатки лишнего кода, когда мы там писали и рефакторили. Да, и опять же. Toggle following progress. Get users. Get users нам нужен. Set current page. Нам как бы не нужен. И вот они, наши три функции. Get users. Сейчас. Get users. Unfollow и follow. Unfollow и follow. Да. Но, скорее всего, сейчас он ругается, что у нас follow и unfollow не совпадает по сигнатуре. Здесь это можно посмотреть. Да, где-то вот так, быстренько, сходу, argument of type, follow, user id number, возвращая, там, dispatch, song, promise, void, unfollow. То есть, не совпадает сигнатура. Follow users, user id number. Follow должен принимать user id number. То есть, кого именно, вот я перекликиваю, что user id number, вот эта вот типизация, должна, естественно, у нас быть и описано вот здесь вот. Вот здесь вот. Follow. И мы это сделаем. Ой, 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 user id number. И здесь unfollow. User id number мы должны указать, от кого мы unfollowимся. И все. Здесь не подчеркивается. Здесь все хорошо. Смотрим сюда. Здесь начало подчеркиваться. Потому что наши follow, которые у нас в пропсах, они принимают user id number. А вот тот follow, который в компоненте users, мы здесь этого не указали. Поэтому, помните, я говорил, что мы вернемся и еще датипизируем. То есть, пока можно не разбираться сразу, нас потом жизнь заставит разбираться. Все. Смотрим, user container почему-то еще красный. Нет, все не красный. Все уже не красный. Давайте я попробую запустить. Буду надеяться, что оно даже запустится. И если оно запустится, то это уже практически победа. Я, друзья, вам предлагаю самим дальше поработать над всеми компонентами. Сделать максимально много, как я, например, сделал сейчас. Сделать максимально много, как я сделал сейчас. А потом посмотреть следующий выпуск. В следующем выпуске мы с вами будем типизировать санки. Будем типизировать санки. Поэтому, то, что я сделал сейчас здесь, вы должны сделать самостоятельно. Но еще кое-что. Еще кое-что я вам покажу. То, чего еще не показал. Но то, что на самом деле есть во всех туториалах. Есть, опять же, здесь. Хуки, например. Как хуки типизировать? Например, useState. UseState. Initial Count. Initial Count Props. Initial Count. Объектом. Он сам неявную типизацию понял и так далее. Но здесь этого сейчас нет. Поэтому я вам сейчас кое-что подскажу. Потому что здесь, я смотрю, этого не хватает информации. Смотрите, у нас есть локальный стейт в пейджинаторе. У нас есть компонент пейджинатор. Так, ну что, запустилось приложение или не запустилось? Да, запустилось. Все работает. Все скомпилировалось. То есть, все хорошо. Бомба. Вот и самураи. Даже запечатался title. Давайте пойдем Ctrl-E. Погинатор. Смотрите, здесь есть локальный стейт. Здесь есть локальный стейт. UseState. Да? Хук. И мы передали сюда единичку. Так как мы передали это стартовое значение, он понимает, что PortionNumber это number. Поэтому здесь легко его сравнивает с единичкой. А setPortionNumber это функция, которая принимает число. Поэтому, когда мы сюда передаем число, он не ругается. Если мы передадим строку, он ругнется. Скажет, нет, нельзя. Есть ситуация, когда у нас нет стартового значения. Стартового значения нет. И здесь, например, условно говоря, у нас null. Нет первой странички как будто бы. И нам типизацию можно опять с помощью UState. Это функция generic. То есть, мы можем ее уточнить конкретным значением. Сказать, что UState принимает number, например, или null. Number или null. Да, ну в нашем случае null быть не может. Но опять же, да, number или null. Он уже подсказывает. Блин, дружище. А вдруг portion number это null. И мы тогда такие, если portion number равно null, то тогда portion number, например, при своей единичке. И все. И дальше сейчас, видите, оно не ругается. То есть, оно даже такие проверки понимает, что, блин, потенциально опасная ошибка. Мы не проверили на null. И у нас там дальше может упасть ошибка. Потому что, ну, нельзя null. И TypeScript этим и занимается. Да, ну, так как у нас UState по умолчанию принимает это значение по умолчанию, нам не надо делать такую проверку. И не надо вообще сделать nullable тип. То мы говорим number и говорим единичка. И эту проверку удаляем. Так как единица, понятное дело, число само по себе, этот generic тоже избыточен. И как бы, чтобы не писать много лишнего кода, можем тоже эту типизацию явную удалить. И еще последнее. Локальный стейт. Локальный стейт. Где у нас локальный стейт есть? У нас есть статус. ProfileStatusWithHooks. А есть локальный стейт. А, это тест. AltF1. 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 ProfileStatus. Компонент. И здесь у нас есть локальный стейт. И давайте сейчас немножко еще типизацию допишем для профайл статуса. Для профайл статуса. Мы говорим, что наш компонент, помните? Уточняем. Так, во-первых, AltF1. ShiftF6. TSX. Говорим, что наш компонент, он принимает такие-то пропсы. Такие-то пропсы. Давайте сейчас. Type. PropsType. Равно. И StateType. Type. StateType. Равно. То есть у нас компонент принимает такие-то пропсы. И работает внутри себя с таким-то локальным стейтом. Все. И наш стейт этот должен будет заработать. Да. Но вот тут сейчас статус. То есть мой статус. Мы должны определить, да, что у нас локального стейта есть. EditMod. Определяем. Определяем. EditMod. Boolean. Потом статус. Статус. Что это статус? Это стринг, да, строка. В props тоже есть статус. Статус. Стринг. Строка. Все. Здесь не ругается. Здесь не ругается. И дальше, когда мы с этой StateEditMod, например, опечатаемся и напишем EditMod. Он скажет. Не, дружище. Нет такого. В StateType нет такого EditModa. Есть EditMod, есть EditMod, есть EditMod, ctrl-пробел, нажимаю, дорисовывает. Если мы попытаемся вот updateStatus, callback, давайте сейчас тоже в propsType и запишем. Это функция, которая принимает новый статус. Стану newStatus. NewStatus. String. И возвращает ничего. Возвращает ничего. Так. E типизировать надо. E типизировать надо. Мы здесь E используем. Я, например, всегда забываю E, как точно типизировать надо. Поэтому я, например, говорю здесь number. Number. Оно говорит, блин, нет, не number. Оно вот здесь сейчас ругнется. Говорит, что ты не можешь. Он статус change, conchange. Потому что ты написал, что смотрите, number. А на самом деле должно быть, читайте, changeEventHTMLInputElement. Я такой, окей. ChangeEvent. Спасибо. ChangeEvent. HTML. HtmlInputElement. ChangeEvent. Alt и Enter. Все. Prevs. Пропс. Да, предыдущие пропсы. Компонии didUpdate. Помните такой метод жизненного цикла? Предыдущие пропсы. Для пропсов у меня есть тип. Вот он. Предыдущие пропсы будут такого же типа. Тип не меняется пропсов в процессе жизни программы. И стейт. И для стейта у меня есть тип. Стейт. Пропс. Ой. Стейт. Type. Все. И теперь здесь я тоже, да, не смогу опечататься. Опечатался. Говорит. Нет, чувак. Стату нету у пропса. Ни у текущего, ни у предыдущих пропсов. Стату тоже нет. Понимаете, какая штука? Ну, то есть TypeScript, короче, вне сомнения то, что нам нужно для того, чтобы писать большие программы. Иначе мы просто умрем. Здесь тоже я опечататься. Не могу контрол пробелы. Вот я четко вижу, что у меня есть у стейта и так далее. Таким образом мы с вами типизировали стейт. Все. У вас есть какое-то знание по селекторам, по коннекту, по мап стейт, по мап диспатчу. Как глобальный стейт сделать. Сделайте все то, что я сделал. Про максимально всем, по всем компонентам пробегитесь, потренируйте. Набивайте руку, ребят. Набивайте руку. Это очень важно. Погуглите, почитайте документашечку. Вот эти примеры почитайте сами. Можете альтернативные варианты с коннектом посмотреть. Да, можно упростить кое-какие моменты. Сделать вообще без дженерика этого, а просто коннект. И оно там как бы все само будет. Хотя там есть один нюанс. Посмотрите альтернативы, потренируйтесь. А в следующем выпуске, друзья, мы с вами типизируем самки. Если было полезно, ставь обязательно лайк. Если смотришь почему-то это видео и на мой канал не подписан, но понимаешь, что контент ты словил, то что нужно обязательно подпишись. Потому что подписчики, ну мы ютубер гонимся за подписчиками. Они нам нужны. Потому что именно подписчики нас мотивируют лететь дальше в космос. Именно подписчики мотивируют нас стараться и делать что-то. Подписчик означает, что кому-то это интересно, то что мы делаем. И мне подписчики важны. К тому же, друзья, я открою вам маленькую тайну. Где-то к середине лета, к концу лета максимум мы зарелизим проект. Мы зарелизим проект, который позволит людям обучаться бесплатно по любым курсам. Это нет, это не воровство чужих курсов. Нет, это такой проект, который позволит создавать сообщество вокруг каких-то образовательных этих проектов и друг другу помогать. Да, соответственно, надеюсь, что вообще отпадет нужда в каких-либо платных курсах, даже в моем инкубаторе, друзья. То есть я сам себе рою могилу. Понимаете, сам себе рою могилу. Но я хочу запустить этот проект и я прорабатываю идею. Мы пишем наброски какие-то. Я продумываю все нюансы. И мы там в конце, в середине лета попытаемся с командой запустить этот проект. Даже, скорее всего, уже ведем переговоры на привлечение каких-то инвестиций, чтобы это все было по-взрослому. И чтобы это было ударно и круто и глобально. Поэтому подписывайся на канал обязательно. Не пропускай это. Потому что Димыч хочет коммунизм. Не в худшем его проявлении, который там в виде репрессий и так далее. А в том смысле, что большинство счастливо. Нет капитала, денег ради денег. А есть идея ради идеи, ради пользы, ради движения вперед в будущее. Есть добро, есть человечность, есть порядочность. И финансы, а не в стороне. Потому что в этом смысл жизни нашей. Все, с вами был псих Димыч. Неуравновешенный псих Димыч со своими дурацкими песнями. Спасибо всем за просмотр, за лайк. И за обратную связь в комментарии. Обязательно, пожалуйста, напиши, справился или не справился с типизацией всего-всего и сам. Если я о чем-то забыл и какая-то у тебя проблема, напиши об этой проблеме, пожалуйста. Напиши, чтобы я не забыл в будущем об этом рассказать. Забырай версии 2, ставим стрифт, опула, отрезай. Эти-ка мы с утра взлетаем. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!